Здарова, народ! Сегодняшнее видео о том, как я поеду на пленэр. Есть тот такой прекрасный-прекрасный мост, обросший растениями. И посмотрим, удастся ли мне его написать, и что из этого всего получится. Обратите внимание, какая вообще красотища просто этот мост. Вообще, он еще такой, на самом деле, не маленький. Давайте к нему подойдем. Какая заросшая река. Просто реальные джунги. Да, я не удивлюсь, если здесь каким-то крокодил плавает. Почему? Увы нет, кстати говоря, или змеи. Вообще, тут все шевелится, все гудит, все трещит, короче, чувствуется, конечно, природа живет на полное. Может быть, этот мост оставить и попробовать нарисовать что-то более простое, нам где-то в тени встать. Но мост, да, вы просто засмотрите, какая красота. Эх, прекрасная погода. Сейчас будет пленэр, живопись. Вы знаете, что могу добавить? Просто секс. Здорово, народ. Ну что, я на том же месте. Все-таки надо доделать этот мост. Уже посидел, порисовал. Так, и смотрите, какой первый самый набросок у меня получается. То есть, это просто пятнами накиданное это место. Самое главное, что мне нужно было сделать. По-моему, выглядит прикольно. В принципе, то, что мне и нужно за сегодня. Здесь еще, конечно, прям по пути одно настолько живописное место нашел. Надо посмотреть, пристреляться. Такое озеро прям колоритное. Смотрите, какая красота. Красота просто страшная. Вообще, тут на самом деле, куда ни направь, даже не знаешь, какой ракурс вот такой взять, если рисовать. Надеюсь, дойдет до этого дела. И вот это озеро тоже можно будет изобразить художественное. А сейчас погнали домой дорисовывать. Надеюсь, сегодня в ночь я все закончил, свой мостик. Погнали. Так, вот что у меня в итоге получилось из этого всего. Сейчас я ее поставлю, мы рассмотрим. Так, вот он, этот мостик. Так, конечно, он в оригинале-то белый, но я тут уже стал, видите, чуть ли не этим профи. Я понимаю, что нужно рисовать, короче, чтобы все было законтрастено на цветах. Поэтому вот как бы такой белый, слегонца как бы такой в оранжевую он уходит. А тени здесь такие, как бы синеватые, да, чтобы это в контрасте единым было. Также и трава внизу тоже, вот она такая, тоже имеет оранжевый оттенок. И это все круто гармонирует вообще между собой. Плюс вот с этой вот водой, конечно, вода классно получилась. Здесь, конечно, на картине, если посмотреть, то явно видно то, что здесь вот идет такой туннель. Туда дальше, и вот этот свет проходит здесь туда дальше, да, если мы посмотрим. А вот даже фотография, она вот такого не передает, если мы посмотрим это место с фотографией. Так, я сейчас вот удалюсь, и вот тут вот слева фотографию поставлю. Так, вот. Смотрите, да, получается, если мы с фотографией сравним, то картина, она куда живописнее получается, как ни странно. То есть здесь вот в данном случае фотография, на мой взгляд, она уступает даже вот этой вот нарисованной картине. Так, давайте посмотрим еще. Если, конечно, поближе подойти, здесь видно, да, короче, собственно, всю работу. Но картина надо смотреть слегонца издали. Так, вот. Надо, конечно, еще рамки заказать, потому как предыдущая картина, смотрите, как хорошо смотрится с рамками. Вот он этот пейзаж, который был до этого. С рамкой, конечно, вообще очень-очень классный. Мне очень нравится. Но, естественно, надо это, конечно, смотреть вживую, потому что ни фото, конечно, ни видео оно не передает. Вот такая картина получилась, вот такой пейзаж. Сейчас поеду, буду подбирать рамки, и уже покажу, что вышло конкретно на исходе. И так вот, уже конечный продукт с рамкой. Так, давайте посмотрим, как вам, господа, такая пейзажная история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok